Сейчас я нахожусь в Праге. Так, встречаем Германа. Он будет нашим авиагидом. Аэродром Малая Авиация, недалеко от Праги. Но он такой офигенный. Это вот именно то, куда нам нужно стремиться. 45 метров, представляете? Да. Просто райское место, реально райское место. Он принадлежит еще тому же Шварценбергу. У него два замка? У него их где-то 30. А Зворецка пойдет вверх. Здесь, видишь, сбегаются Австрия, Германия, Чехия. Вот в этом треугольнике. В городе прям проносишься. Смотри, следующее. Друзья, приветствую вас на YouTube-канале Plane Ukraine. Это канал, посвященный Малой Авиации. Сейчас я нахожусь в Праге, в Чехии, куда прилетел на своем маленьком самолете Cessna 172. Сегодняшнее видео будет о полете над Чехией. Посмотрим интересные места, интересные замки, авиашколы. В общем-то, все, что может быть интересно с самолета. А сейчас я нахожусь в аэродроме Летняна. Это аэродром, который находится прямо непосредственно в черте города Прага. Летняна – это грунтовая полоса. Там две точнее полосы. И вот сейчас можно увидеть, на каких самолетах учатся в авиашколах Праги. Cessna 150 и Cessna 172. В основном на 150. Идем поздоровимся с самолетиком. Вот все дни, которые мы пребываем в Чехии, они все очень ветреные. Я спрашивал у местных, они сказали, что это не очень стандартная погода для этого времени года. И холодно, вот реально холодно. Так, встречаем Германа. Герман, привет! Витя. Герман, здрасте. Присаживайтесь. Отлично. С Германом мы сегодня полетим. Как раз он будет нашим авиагидом по Чехии. Очень интересный маршрут он нарисовал. Если погода нам даст, то будет очень интересный видеоматериал. Авиационное сообщество очень такое солидарное, скажем так. Очень солидарное. Да, и с Германом мы списались просто в Фейсбуке. И он предложил нам такую просто шикарную экскурсию. Я когда читал ее, у меня улыбка на лице вот просто так растягивалась. Потому что вот читаю просто как сказку. Каждое предложение все интереснее и интереснее, все лучше и лучше. Герман, спасибо тебе большое за время. Не за что, не за что. Всегда пожалуйста. А Герман, скажи, а чем ты занимаешься в авиации? Я пилот-любитель. Расту в направлении коммерческого пилота. Вот сейчас я делаю коммерческий пилот-лисенс. Инструменты уже сделал? Пока нет. Все в процессе. В процессе. Классно. Летим в Бене. Пилот-инкоммент Виктор Михайлов, owner of the aircraft, on runway 23RT, uniformity of Skarbravalf. А, эта полоса немножко лучше, а тут нет этих горбиков. Даже немножко так, прилично лучше. А, это какие-то гольфовые поля или что это? Да, да, это гольф. Круто. Ага. Это сейчас жилой район, да? Да, это жилой район, конечное метро. Очень неплохой для жизни деятельности. Вот эта штука, которая дымит, это очень современное мероприятие. Это мусороперерабатывающий завод. Он на Прагу-1. Он обеспечивает 100 тысяч домов, обеспечивает теплом и электроэнергией. О, круто. Так, еще раз, все значит у нас... 118-055. А, да-да. Вот он, замок, слева. А-ха-ха. Это замок, куда пишите? Здесь жил Франц Фердинанд ДСТ, наследник трона, которого убили в Сараево, из-за которого началась Первая мировая война. Ого. Это его родовой замок. Класс. Да, это очень красивый замок, романтичный. Он в неоготическом стиле. Там внутри огромная коллекция трофеев. Это ДСТ, он был сумасшедший на охоту. Он каждый день ходил на охоту. А вот это здание такое, видишь, такое развалившееся. Да-да. Это музей мотоциклов Ява. Очень интересно. Ява? Ява, да. Ява, частная коллекция. Ява, популярный очень мотоцикл. Частная коллекция, да. Класс. Видишь, вот самолеты стоят. Вот башня. Вот амгары. Это все школа. Так, давай, reporting over airfield. Reporting over airfield. Uniform room Oscar Bravo Alpha. Bravo Alpha. А никого, получается, нет на кругу? Да, парадокс. Но дождик испугал, видно, студентов. Молоса длина у нас какая? Есть 770 метров. Да, нормально, вообще без проблем. Она просто там в конце уже с горбика вниз. Ага. Но это норм. Она широкая, трава, это без проблем. И вот эти панели. То есть покрытием вообще классно. Хорошо, да-да. Так что не напрягайся. Тут можно тренироваться и тренироваться сколько хочешь. Катись, катись дальше. Сейчас. Прикольно. Так классно приземляться на новый аэродром вообще. Это такое удовольствие. Конечно. Ребята, прилетели в Бенешев. Бенешев – это аэродром Малая Авиация. Недалеко от Праги. Но он такой офигенный. Это вот именно то, куда нам нужно стремиться. Посмотрите просто количество самолетов здесь, да, какое. И в ангарах вон еще. Сейчас пройдемся, посмотрим, что у них здесь интересного. Тут и авиашкола есть, и вышка. И самое интересное, здесь есть мойка самолетов. Мойка самолетов, ребят. Уже всем говорил, уже тысячу раз. Придумайте кто-нибудь мойку самолетов. Можно я вот так вот тебе прицеплю? Так вот ты рассказываешь. Ну, я, в принципе, уже все рассказал. То есть школа базируется в основном учебные самолеты. Это Текнам П-2002. Вот он, например. Вот, то есть их, по-моему, где-то 10-11. Вот, Пайперов 3 у школы. Потом вот Саката ТБ-10, ТБ-20 из Саката. 540-й линкоминг инжекторный, вот он. Ну, вот как бы. Ну, и в основном Текнам П-2006. Это самый-самый сок. Это шикарный учебный самолет. Обмолтень. Он еще Ацирус стоит тоже. Да, их много где-то, десяток. Ну вот, а сейчас я тебе представлю самого лучшего инструктора Чешской Республики. Ирка Прохазка. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Приветствую. Здравствуйте. Как погода? Супер. Демножку так вот, так надо, да? Оплетать. Вот такие вот есть прогнозы по росту, точнее, по потребности в пилотах. Вот, до 2037-му 200 тысяч, в Европа 146, 600. Комарышу 635, бизнес 96, гигаликоптер. Класс. Так что перспективы огромнейшие. Но это, правда, был прогноз до ковида. Ну да, так ковид остановил. На 3-4 года. Оно все равно вернется, потому что люди будут летать всегда. F.A.R. С 1990-го года. Авиашкола. Чарты. Это уже по... Инструментальный, ай-фар. Почти 19 тысяч часов. 19 тысяч часов налетали. Обалдеть. 200... Больше 200 коммершал пайлот, правильно? За год. 60 самолетов, ну, короче... Не, не 60, а 45. 45 самолетов, да? Объемы просто фантастические. Класс. Короче, можно Сенеку арендовать. У нее здесь и... Это, получается, буст, да, система? Сбрасывает. А потом, смотри, BN. Да, видишь? Уже цельное стекло, не разделенное пополам. А это, получается, тоже обогрев, да. Это, в принципе, самолет, на котором ты можешь лететь все дневные штаты. А можно... Есть не самолет. А можно вообще брать, типа, в аренду в другие страны летать? Не можно, а нужно. Да? Раньше, пока у меня нет своего самолета, я летал. То есть можно взять, короче говоря, самолет в аренду и лететь вообще куда угодно. Именно так. Обалденно. Ну, значит, у вас страхование хорошо работает. Вот так происходит заправка, заземлили обязательно. И вперед. Сейчас full tanks заправим. 2,70 долларов стоит Афгаз. Ну, дороже, чем в Украине. Зато мы спокойно летим дальше. Так, смотри. Это у нас башня. Две наранвей. 2,7, 2,4. С 2,7 обычно стартуют глайдеры, планеры. Вот. И 2,4 основная. Там, где стоит вот эта машинка, видишь, караван. Там еще кружок моделистов. Кружок моделистов, да. Они там суббота, воскресенье, детишки там разные и так далее. Ну, вот. А здесь, в принципе, вот эта территория, это обслуживает диспетчер. То есть две радиостанции. Смотри. Вот это, кстати, система, то, что ты спрашивал, система резерваций. Вот. То есть ты здесь можешь посмотреть, например, кто из школы летает. Смотри. Это у нас обычный ADS-B-OUT. То есть ты видишь все самолеты здесь в окрестностях. Так, вот. 12.06. UTC. UTC. Да. ЛТ. Летняный. Летняный, да. Три человека на палубе, видишь? Классно. Все, летим дальше тогда. Короче говоря, взлет-посадка на этом аэродроме стоили 60 крон. Это ориентировочно где-то 85 гривен. Короче говоря, 2,5 евро где-то. Ну, то есть... В этой цене... Ни о чем. В этой цене ты можешь пойти туалетом воспользоваться, принять душ, пожалуйста. Класс. Там есть мыло, все, что хочешь. Должен быть резервуар с водой. Да. Для пожаротушения и так далее. Зачем делать обычный резервуар с водой, если можно сделать бассейн? Там есть бассейн. Там можешь поставить гриль. Там есть столики. Пожалуйста, там шикарный бассейн. Короче, очень френдли. Очень френдли. Альпа. Короче говоря, вот такая вот полосочка классная. Точнее, это рулежка. Но вот здесь притормози. Да-да-да. Разгоняемся. Разгоняемся. Продолжение следует. Видео живое. Энжин green arc. Ха, класс. Блин, даже в этом есть какой-то прикол именно, что она такая неровная. На горочку раз забрался, такой фух. Подпрыгнул и полетел. Прага информация. Униформ Ромео Оскар Браво Альфа. Город. Униформ Ромео Оскар Браво Альфа. Таймфо. Таймфо. Стоять от пене аэрфилда. Слайд до Орликкастла. И потом ходить в аэрфилд. Униформ Ромео Оскар Браво Альфа. Волтава. Она проходит через Прагу. Она проходит через Прагу. И сразу за Прагой, чуть дальше, она впадает в Эльбу. Это одна из двух основных рек Чехи. Волтава и Эльба. Да, это одна из дамб. А самое главное, вон она впереди. Видишь, река переходит. О, да. Да, 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 да. Я вижу, и прям у меня тоже аж мурашки по коже. Да, да. 45 метров ее высота. 45 метров. Сейчас мы до нее долетим. А водичка вообще как зеркало. Да, здесь очень комфортно. Здесь рыба, здесь очень много дач, людей живет вокруг, лодки имеют. И смотри, вот эти дамбы, они все оснащены, ну, как бы шлюзом. И шлюзы у нас закон такой, что если ты перегородил какой-то водный источник, то ты обязан обеспечить бесплатно транспорт по нему. То есть ты можешь по Чехии кататься на лодке и ничего не платишь. О, дамба вообще. Класс. Живописный участок. Вот она дамба, посмотрите, какая красотища. 45 метров, представляете? Да. А не кажется, да, но она большая. Вообще, да. А у нас так нельзя в Украине летать над дамбами, у нас сразу там хей-хей-хей. Понимаю. Ругают очень сильно. Класс. Ха-ха-ха. Вообще кайф. Блин. Супер. Да-да. А вот, кстати, этот кемпинг. Да, их очень много кемпингов. Вон, видишь, там стоят лодочки, там всякие. Это у нас популярно. Красиво. Да, вот кемпинги, это чисто отдых. Ой, какая красота вообще. Да-да. Просто райское место, реально райское место. У меня такая вот первая ассоциация, это Плетвицкие озера. Плетвицца, знаю, конечно. Ой, шикарная вообще. Вот я там буду уже послезавтра. Плетвицак? Да, но мы летим через целый Балкан. Тут завтра я после обеда летаю. Просто шикарно. Просто шикарно. Поэтому мы с тобой вот чуть не разминулись. Ну, супер, классно, что получилось встретиться. И я тебе очень благодарен, потому что реально, ну, вот так вот пролететься, мне кажется, это вот именно есть смысл сюда лететь, чтобы потом вот так вот кайфануть. Прежде чем выйти на поле. Ты ровно-ровно-ровно правее, потому что вон он замок, обалденный. Ага. Над замком нужно набрать высоту немножко, потому что замок жилой, там живет человек, очень пожилой. Ему 90, что-то 2-3 года. Не будем его тревожить. Карл Шварценберг, он очень правильный и добрый. Когда идешь на экскурсию, он тебя может поприветствовать, спросить, как дела. Хотя ему, конечно, пофигу, как у тебя дела. Но очень вежливый. Но очень вежливый, да. Шварценберг был министром иностранных дел Чехии. Вот буквально там, не знаю, лет 15 назад. Сейчас посмотрим. Замок называется Орлик. Орлик. Да. У замка тоже очень интересная история. А вот тот мост, который манит, ты говорил, всех пилотов. Да, Злиховский мост. У него очень интересно еще организуются прыжки банча. Банча, да, я с него прыгал. Так, вот это Орлик, да? Над ним можешь орбиту сделать. Мост, конечно, такой, что там можно пролететь, не задумываясь под ним. Можно, можно. Но нельзя. Ничего. Ой, какой красивый мост, вообще просто прелесть. Прямо я же говорю, точно, манит и пролететься над ним. Манит, манит. А что ты говорил про замок Орлик? Ну, вот сейчас ты его нафоткаешь, и нам будет долго лететь до электростанции. А я тебе расскажу про Орлик. Вот это замок Орлик. Нет, это замок Звиков. Орлик остался сзади. А, Орлик сзади остался. Да. Окей. Красиво так здесь поля такие. Да, в этот Звик детишек возят. Там интересно, там темница, там людей душили, душили, вешали. Это это только трассы, нет? Да, разбойников. Это замок разбойников. Да, да, да. Здесь разбойничье племя жило. Они набеги устраивали. Это реально, да? Да. Пышные пиры, шкуры, там, в общем, танцы, все как водится. Все как в фильмах, там, игра тронов, да, Game of Thrones. Вот это все тут было. Вот замок разбойников. Вот это у нас. Да, Звиков. О, класс. Очень красивый. Сейчас сделаем на нем тоже Орбит. Да можем, можем. Да, он такой, на таком типа островочке, тут к нему не подберешься никак. Ну, смотри, вот это водохранилище, оно было сформировано только в 60-е годы. До этого там была просто узкая речушка. Да, и это были скалы, поэтому это была неприступная крепость наверху. Туда, сюда попробуй доберись. А теперь смотри, вот наш следующий ориентир. Это вон, видишь, градирни коптят. А, вижу, вижу. Это атомная электростанция. Я такие градирни видел как раз в районе Чернобыля. Это мы туда летим, да? Да, это точно такая же электростанция, как в Чернобыле. То есть это проект, который начался из-за Советского Союза еще, но он был закончен уже по технологии Вестингхаус американской. Вот люди, которые обеспечивают работу электростанции. Ну, вот этот городишко. А вот как раз сама электростанция, и она идентична по конструкции с Чернобыльской. Градирни просто один в один. Прям такой пар идет. Ну, все очень-очень выглядит, прям идентично выглядит. Да, эта электростанция обеспечивает с электроэнергией всю Прагу. Здесь принято, если радио, например, аэродрома не отвечает, то нужно пролететься над точкой, посмотреть, какая полоса рабочая. Она обозначается знаком. Это буква Т, да, такая получается? Буква Т, да. Да, буква Т. И посмотреть Виндсок, посмотреть Колдун, посмотреть, нет ли на кругу кого-либо. И уже после этого можно тогда совершать посадку на... Значит, будем садиться на полосу 2.4. Подошли над точкой, делаем сейчас кружочек аэродромный и на полосу заходим. О, это же тот самый ТЛ, как раз Ультралайт. Это Стинг, по-моему. Не вижу. А, нет, наверное, нет. Потому что у него этот Т-Тейл. Это может быть Фэйта. Фэйта, да, кстати, похоже на Фэйта, 100%. Вот интересный какой-то типа стол. Большие колеса и видно, что ход амортизатора тоже, в общем-то, не маленький. Планеры. И представь себе, что таких аэродромов в Чехии где-то в районе 300. Мы просто перелетели там буквально 20 минут пролетелись. Были только что на одном аэродроме, а сейчас на другой. Аэродром Хосин сейчас не работает. Но зато есть плюс. Нам не нужно платить за взлет и посадку. Летим на аэродром Струнковице. Там должна быть еда. Так, взлетаем с Хосина. Еды здесь нет. Значит, мы летим там, где она есть. Так, а теперь у нас получается замок. Замок как еще раз называется? Замок называется Глубоко над Волтавой. Глубокая. Глубоко над Волтавой. Глубоко. Здесь английский парк. Очень красиво. Два парка. Английский парк и французский парк. Здесь жил Наполеон. Вот здесь, да? Да. В этом замке останавливался и жил. Ой, вообще какой он красивенный вообще. Да, очень. Он принадлежит все тому же Шварценбергу. К тому же пану, что живет там. В Ожлике. У него два замка? У него их где-то 30. Красиво, очень красиво. На холме. А мы сейчас сделаем проход над полосой Международного аэропорта Будзевице. Как мне нравится эти ловы проучи делать. Да, да. Ранвай-то огромная. Ранвай вообще тут гигантская. А Зворецка пойдем вверх. Давай. Готовы? Давай. Ю-ху! У-ху! Хе-хе-хе. Очень красивые здесь холмы. Да, да. Причем красотища. А вот там вот дальше за теми горами. Это уже Германия. Германия. А вон видишь озеро. Озеро, да, какое-то. Так вот его как бы часть, она уже... Австрия получается. То есть здесь видишь, здесь сбегаются Австрия, Германия и Чехия, вот в этом треугольнике, вот в этом озере. Да, да, да. Ясно. Слева вон гора, 4000 футов. Мы ее облетаем. Ну, видимость такая себе. Вообще так приятно лететь. Очень спокойная атмосфера. Ни тряски, ничего вообще. Конечно, но мы под стратусом. Здесь нет никакой термики. Под стратусами хорошо. Да, очень спокойно. Как под пеленой. А очень красиво. Прям над нами такая пелена, одеяло такое. Плотненькое такое, красивое. И пролетать красиво над... Эдом с облаками. Да, да. Скорость прям проносишься. Смотри, следующее. А очень красиво лететь. Скорость. Ощущается. Проносишься на... Балькона Стамп Спид. 90-92. Значит, мы летим с Раконицы аэропорт. Но никто нам не отвечает. Поэтому по правилам безопасности мы проходим над точкой. И смотрим, какая рабочая полоса. Рабочая полоса, она обозначается в таком квадрате. Буковка Т. Да, у нас идеальный ветер будет встречный. Мы сейчас делаем левый циркут и потом посадочкой. Пролетаем аэродром Прибрам, правильно? Угу. Вообще, обалденнейшая полоса огромная. Какие-то большие. А вот видишь синий, с синим хвостом самолет. Это L410. Он продается. Он стоит 120 тысяч евро. Ну, 20 всего лишь? Да, и он твой. Обалдеть. Замок Карлштейн. Карлштейн. Замок Карла IV. В Праге Карлов мост. А, да-да. Это я увидел на каких-то сувенирных, по-моему. А, это замок Ого-го. Это икона. Красиво расположен. А, вообще, вот это ракурс, конечно, блин, красиво. А вот смотри, вот это внизу, это винодельня, видишь? Вот, вот полоски, это виноград. Да-да-да. Называется Государственная винная лаборатория. Вот здесь. А, разные сорта, да? 300 сортов здесь выращивают винограды. О, класс. Он потом хранится внутри этой скалы, и туда можно попасть и попробовать. Дегустация тебя по чуть-чуть наливает. Там есть винограды, которые очень долго хранятся. Очень-очень долго. Короче говоря, нам нельзя было лететь в CTR Праге, но потому что Герман общался на чеченском языке, то нам разрешили. Добрый день. Узрекл Альфа, Юлифом Рома 2, Сунг Белый, добрый день, веселый танк. Брестелл с Леднян до Леднян за минуту, Майк, вишка 10,800 фитов на КВНХ, 1,020, Майк, вишка 10,800 фитов на КВНХ. Мы сейчас пойдем над Германом. Ого, какая трубища. Мы прямо коптит. Мы прямо недалеко от нее. Переработка мусора в тепловую энергию. И электроэнергию. И электроэнергию, да. Делаем проход над точкой. И далее правым разворотом на полосу 2,3. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там над деревьями так? Да, нормально, это кусты просто. Оба чуть-чуть встречные поймали, раз у нас уже на Айдлей 2, а нас вверх поднимает. Да-да, немножко тебе дал наверх. Объедем ямки эти вот так. Да-да-да, потихонечку. А вон как раз наш этот украинский борт, опа. Молодец, что ты нас поднял. Наученный на украинских этих аэродромах постоянно тянуть штурвал. Да-да-да, есть такое дело, знаю. Думаешь, выкрутишь? А мы сзадим чуть встанем. Просто тут основное, чтобы у нас веревки были как раз. О, отлично. Ну что ж, на этом наше видео подходит к концу. Прекрасный полет. Огромное спасибо Герману. Пожалуйста, за такую вообще супер экскурсию мы пролетели столько аэродромов, на некоторых приземлились. Не покушали, но это не страшно. Подзаправились. Да, зато подзаправились и насмотрелись красот чешских. И всем очень рекомендуем сюда прилетать. Здесь просто мега круто. На этом с вами прощаюсь. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok